Привет! 6 мая наступило. Какой-то там уже по счёту день эвакуации. Доброе утро! Я дома, одна. У меня пока что доброе утро. Надеюсь, и день такой будет. Так, косы надо расчесать и хвостик завязать. Хвостик. Наше всё. Ночь прошла тихо, спокойно. Я даже почти не просыпалась сегодня. Раз или два. Один раз смотрела в чат, что там происходит в Харькове. Ничего не происходило особенного, как будто бы. И я дальше стала спать. Вот, всё так же продолжается холодина на улице и в доме. Поэтому я всё ещё в своём зимнем халате. Сейчас буду жарить рыбу, которую я вчера почистила и посолила. Эдик пошёл по делам помочь сестре. А я сейчас буду жарить рыбу. Рыбу пожарю, потом поем. Так, где она у меня здесь? В миске посоленная. Ай! Так, пошли. Пошли, пошли. Будем жарить рыбу. Я не знаю, может она уже там в таранку превратилась за ночь. На вид нормально выглядит. Так, сейчас начну жарить её. Посмотрите, какая у меня есть супер винтажная сковородка. Такая колоритная. Класс! Люблю такие сковородки. У неё такая вмятина по дну. Надеюсь, это не помешает жарке рыбы. Огонёк горит. Сейчас будем жарить. Вот так у меня идёт процесс. Рыбка жарится, мука рядом. Там сырая рыба. Всё под рукой. И здесь комфортно. Она не делается ни больше, ни меньше. Вот как включилась сразу и всё. На одном уровне огонь. Но мне так очень подходит, потому что рыба не горит. Рыба готова. Можно кушать. В этот раз не очень сильно зажарилась. Ну как? Не так, как в прошлый раз. Потому что в прошлый раз у меня был очень сильный огонь. А сегодня на среднем огне она жарилась. И она жарилась дольше. И получилось светлее. По-моему, выглядит идеально. Я, как всегда, в муку добавляю чёрный перец. Если он есть. Можно и соль добавить туда, крупинки. И мускатный орех можно добавить. Но у меня в этот раз только чёрный перец. Вон, видите, капочки такие с перцем. Очень вкусно. Таким образом. Так и хочется съесть, но, говорят, горячую рыбу есть нельзя. Может стать плохо. Так что не ешьте горячую рыбу, чтобы вам было хорошо. Вчера приходила тётя Галя и принесла сушку из грушки и вот такую вот пастилу. Сама делала из абрикоса. Ну, вкусненькая штучка. Вообще молодец тётя Галя. Спасибо ей за грушки и за пастилу. Мы чаю попили, вафель поели с тётей Галей. Она ещё два яйца принесла. Домашних. Таких маленьких. Наверное, не кондиция. Но очень вкусненьких. Ну, я сейчас рыбки наелась. Теперь чаю пью. С грушками и пастилой тёте Гале. Привет, Степан! Привет, Степан! И не только Степан. Мяу. Он плачет. Ой, красивый. Наташа вечно найдёт, да? Света, ты отдаёшь хорошие руки? Нет. Я не могу, Света. Ну, куда ж я потом с ним буду с переноской по Украине? Нет. Я пока не могу, не готова. Боже, окошко какая красивая. Мур! Кс-кс-кс-кс-кс. Глаза голубые какие. Это не овсянка. А я не заберу его. Ай, гля. На, по полику его можно пускать, Свет? Ой! Света, его можно наползнуть? Да, да, пусть гуляли. Она его сейчас за шкирку и понесёт. Давай, давай, я тебе помогу. Она его хочет унести, да? Да, да. Всё. Нагулялись. И такая там есть. Красная. Ой, ну у кошки глаза голубые. Так у этого тоже голубые. Да, я видела. Не соблазняй меня голубыми глазами.